Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Сегодня день дал нам больше возможностей. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Сегодня день дал нам больше возможностей. Первое. Главком Александр Сырский он доложил о ситуации в районах боевых действий. Донецкая область, Харьковская, там, где сейчас тяжелее всего. Он как раз находится в ключевых местах боев. Работает с бригадами на боевых позициях. Пока еще рано делать выводы, но ситуация контролируемая. Наши воины, они уничтожают окупанта, который пытается продвигаться. Все достаточно напряжено. Но мы усилили направление, в частности, харьковские. Сейчас много воинов, именно харьковчан, стали на защиту Харьковской области. Они делают свое дело, и я благодарю каждого за эффективность. Была сегодня встреча с государственным секретарем США Блинкеном. Второе. Международные переговоры. Была сегодня встреча с государственным секретарем США Блинкеном. Разговор прежде всего о нашей защите. И в частности, о поставках американской оборонной поддержки. Нам нужно заметное ускорение поставок. Сейчас слишком много времени проходит между объявлением пакетов и реальным появлением оружия на передовой. Важно сделать реализацию решений и логистику более оперативными. Отдельно обсудили ПВО, системы, в которых нуждаемся. В частности, для Харькова, Харьковской области. Если бы сейчас мы уже получили два патриота, именно для этого нашего региона, это бы уже дало нам другую ситуацию в войне в целом. Благодарю каждому из партнеров, кто это понимает и действительно старается помочь. Каждый день российские террористы наносят удары ракетами и управляемыми авиабомбами по Харькову, по другим нашим городам и общинам в приграничных зонах, по нашим фронтовым позициям. Критично нужно увеличивать потенциал нашей ПВО, нашей авиации, в том числе расширять коалицию истребителей, ускорять тренировки и поставки, чтобы дать защиту от российского террора. Мы знаем, какие реальные возможности есть у партнеров. Нужны четкие политические решения. Конечно, обсудили с госсекретарем США участие Америки в подготовке и проведении саммита мира и усилия Америки, чтобы мир был представлен шире и саммит стал более действенным. Сейчас такие условия, когда абсолютно реально, чтобы мировое большинство начало принуждать Россию к миру, к настоящему миру. Мы видим, какие ставки сейчас сделает Путин. Он стремится полностью адаптировать Россию к войне и расширять войну, увеличивать давление. Но это наше давление, общее давление всех в мире, кто противостоит войне. Давление на агрессора должно сработать и должно сорвать российские наступательные планы. Сорвать и на фронте, и в дипломатическом направлении. Сегодня же провел длительный и достаточно подробный разговор с президентом Франции Макроном. Почти два часа. Я проинформировал о ситуации на поле боя, о наших перспективах, о потребностях наших воинов. Эммануэль, господин президент, подтвердил свое участие в саммите мира. И, собственно, содержание саммита в Швейцарии даст понимание, какие другие шаги сможем предпринять в ближайшие месяцы ради приближения мира и восстановления полной силы международного права для Украины, для всех народов, которые подвергаются агрессии. Сегодня же разговаривал с президентом Республики Корея. Мы обсудили участие Кореи в саммите мира. Благодарен, что Республика Корея приняла приглашение на саммит. Мы обсудили также наши двусторонние отношения и помощь для Украины, в том числе в тех сферах, где мы уже имеем результаты. И в течение первых недель нашего марафона подготовки саммита мира я лично пригласил уже почти 30 лидеров. Есть много подтверждений именно участия лидеров из разных регионов, из разных частей мира. И это важно. Важно сохранять консолидацию мира ради справедливого мира. Когда это сработает для Украины, это сможет сработать для любой страны, которая подвергается агрессии. Ещё одно. НАТО. Мы готовимся и готовим наши позиции перед саммитом Альянса, который запланирован на лето. Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины. Группа, которую возглавляет Андрей Ермак и Андерс Фогг Расмуссен, представила отчёт. Отчёт, который будет у всех тех, кто принимает решения в Альянсе и может повлиять на укрепление НАТО. Отчёт о перспективах Украины, о необходимости действительно сильных решений для того, чтобы не только прекратить эту войну, а лишить почвы любые войны в нашем регионе и во всей Европе. Для этого должен быть убран дефицит безопасности в Европе и, в частности, дефицит безопасности для Украины. Нужна сильная оппозиция Альянса и чёткий сигнал Москве, что война ничего ей не даст. Путину не удастся подменить террором и бомбами принципы и цели Устава ООН и право каждого народа самостоятельно выбирать свой государственный путь. Спасибо всем, кто помогает Украине. Слава всем нашим воинам, каждому и каждой, кто защищает наше государство и людей. Слава Украине! Слава Украине!